Добрый вечер. Добрый вечер, Ширей. Так, Ширей, сейчас у меня порядок, отлично. Так, значит, с вашим позволения. Текстик. Текстик. Спасибо. 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 Добрый вечер. Я расширил текст. Как всегда, начнем немножко повыше. И та же подготовка мы здесь начинаем. Очищение божественной науки возвысит общество над этим уничижением малой формы поклонения Богу, обличенное в болезненное и мрачное, болезненное рабство. Не только жизнь, но даже которого страдает сама мораль, потому что он не может подняться над мелким эгоизмом к уровню высшего служения чистого и сияющего, исходящего из глубин чистой и могущественной души, желающей все больше и больше возноситься перед лицом величия и смелости божественной воли, которые освещают пути жизни. Тогда вырастает мощь служения Богу, украшенная и опоясанная героизмом служения нации. Смотрите, Господу Богу вашему и народу Богу звает, которому нуждаются в своей великой и могучной природе, очень сильно укрепленные для нашего народа и для городов нашего народа. Та же подготовка очищения божественной науки. Тогда общество, общее мировое, в общем и еврейское в частности, будет готово очиститься от мелочного и мелкого служения на уровне раба. Это служение, у него есть большие отрицательные стороны, в том числе такие, что от него страдает также мораль. Не только жизнь, с чем могли бы еще, может быть, согласиться, но от этого страдает мораль. И не только у народов Израиля, не только у народов мира, которые восприняли от Израиля религиозные понятия в приниженном положении, но и у самого народа Израиля тоже. Теперь, почему, в чем тут проблема? Проблема в том, что как ты можешь подняться к какому-то великому служению, когда на уровне раба все твое служение ограничено, в общем-то, мелким эгоизмом. Мне хочется кусочек будущего мира побольше и хуже. На чем я пекусь? Что меня интересует? Меня интересует мой личный будущее. Все остальное горе на пропаду. Это хороший гейм. Он гораздо лучше. Давай-ка я пырну соседу и заберу его в удачу. Это, безусловно, как бы, есть что-то положительное. Но, в конце концов, мы не можем остаться на этом уровне. Когда мы говорим о высшем служении, это в какой-то момент нужно отбросить. Все свое положительное это сыграло. Нам нужно продвигаться дальше. Тогда служение должно быть идеальным. Не из-за того, что я ищу, где бы себе нахапать там... Ну, как это? Злодеи ищу, где бы им нахапать в этом мире, а праведники в будущем. Но как-то у них вектор одинаковый. На самом деле нахапать. Как говорили травшарки, выгодно ли быть ультруистами? Ультруисты таких вопросов не спрашивают. Когда мы хотим говорить, мы хотим достичь, и мы, в общем-то, уже готовы к служению на уровне сына, на уровне любви, то служение на уровне, которое хорошо работало себе, но всех нужно его отринуть. Служение чистого и сияющего, исходящего из глубин чистой, могучной души. Жена, если все больше и больше возвысится перед лицом величия и сменности божественной воли, которая освещает пути жизни. Еще обратите внимание, это тоже важно, и Раф возвращается над это. Служение на уровне из любви, оно возвышает человека, делает его более мощным, сильным. Наоборот, снижение на уровне. Раба противоставляет человека жизни делает его более слабым. Опять-таки, это хорошо. Мне хорошо иметь более слабого, мелкого, праведникова, чем огромную и очень мощную скотину. Но, как мы учили на уроках Чувы, то же самое. Всевышний не пришел, чтобы нас сделать маленькими, он пришел для того, чтобы нас, в конце концов, возвеличить. «Тогда вырастает мощь служения Богу, украшенная и опоясанная героизмом служения нации. Служите Господу Богу вашему и народу его Израиля». Если бы этого написано не было, сказать такое, конечно, было бы абсолютно невозможно. Но, как мы уже подчеркнули не один раз, путь служения Богу для народов, это через народ Израиля. Всегда. Но путь, который мы рекомендуем, это через народ Израиля, который в своем величии, а не в своем униженном состоянии. Поэтому, когда человечество готово, мы уже ждем, мы должны заниматься, готовиться к возвращению народа Израиля на свою землю. Только там он может проявить свойства своей души в полной мере и, соответственно, передать другим народам мира как-то нормальное служение Богу. Я извиняюсь еще раз, я просто немножко больно. Скажите Господу Богу вашему и народу его Израиля, в котором он нуждается в своей великой и могучной природе, сильной и укрепленной, для нашего народа и для городов нашего Бога. И в ком вы находите источник этого великого света? В этом народе, чье возвышенное устремление веры является верным обещанием. Я ходил среди вас, я буду ходить с вами на небесах, и вы не будете потрясены мной. Может, вы не будете меня бояться, так сказано, я был вашим Богом. Так, когда пророк начинает говорить про будущее, тут начинается быть, тут начинает быть интересно. В будущем мире вы будете прохаживаться вместе с мной, и вы не будете потрясены мной. Это цитата из Гмара, которую Рад здесь приводит. Также Гмара спрашивает, а вы не будете потрясены мной? Может быть, вы бояться меня не будете? Нет. Гмара приводит посуду и сказано, я был вашим Богом. Как из этого учатся, что да, будем бояться, я не знаю. Но однозначно, что учатся. Пераф объясняет, в чем разница между потрясением и страхом передвигом. Потрясение происходит от отсутствия подготовки, от низменности души из-за того, что она занята только слабым светом, который полагается быть ее делом, от представления божественного, только со стороны внутренней сути божественного. То, что мы сказали, Этсен. В недозрелом состоянии. Что темень с его помощью может усилиться, да, вот с помощью такого взгляда недозрелого, до таких широких грез и делопоклонства и всего происходящего от него. Как мы учили в нашей статье, служба на уровне раба, она кошерна, она разрешена, но она очень быстро может привести к идонопоклонству. Кроме того, что это снижение низга. Хорошо. А что такое трепет? То есть страх, трепет, это я вот здесь перевел. Трепет, да? Однако трепет, это страх величия и возвышения, добавляющие мощь и свет человеку. Итак, остановимся здесь. Очень важно. Правильный трепет перед Богом, правильный страх перед Богом должен на меня как-то действовать. Как он на меня действует? Он добавляет мне силы. И это у нас, как это, сразу признак. Когда я стою напротив Бога, я ощущаю себя ни тем и ничем, это меня отнимает силы душевные, моральные силы жизни. Или наоборот. Так вот, правильное стояние перед Богом на уровне любви, это такое стояние, когда у меня увеличивается токость и мощь моя. «Однако трепет, это страх величия и возвышения, добавляющая мощь и свет человеку, наполняющаяся в той мере, в которой отражаются моральные идеалы и скрытые идеалы новости. Что рассуждающие о них относятся к ним со всем подобающим величием и благочестием». Итак, насколько трепет перед Богом заполняет человека и добавляет ему сил? «Да, это я. Извини, я просто там слушаю класс, и я его каждый раз выключаю, а потом они…» «В какой мере человек наполняется мощью? В такой же, в какой он относится к божественному через божественные идеалы, соответственно, с величием, трепетом, полагающимся уважением, но в той мере, в которой отражаются моральные идеалы, то есть, настолько, насколько я удостоился того, что в моей душе более полно реализуются и отражаются божественные идеалы, «в такой же мере мое стояние перед Богом наполняет меня мощью, силой». И это правильное стояние. «Что рассуждающие о них относятся к ним со всем подобающим величием благочести. И с их помощью поднимается и облагораживается то внутреннее чувство света истины, молнии божественных суч, и столько истоков до самого конца». Здесь мы тоже остановимся с вашим вопросом. Итак, как мы говорили на протяжении всего нашего цикла, как только мы упоминаем чувства, как только мы упоминаем божественную суть, как-то, готовься, сейчас будет, да? Сейчас мы говорим с положительной точки зрения по отношению к чувству и отношению к божественной сути. Почему? Потому что это сделано правильно. Как правильно? Через развитие и воплощение божественных идеалов. Когда я вижу отражение божественных идеалов в моей душе, то тогда я могу оставить вот это вот ощущение, отношение, чувство к божественному, по отношению к его, вот это вот как раз, молния божественной сути. То есть, как мы и сказали раньше, это ощущение нечеткое, непостоянное. Но вот так мы можем как-то до него добраться, это правильная тропинка. Истока истоков до самого конца, да? Настолько, что во всех уголках жизни будут соответствовать друг другу оба видения, чувства и божественного постижения высшей ее мощи. Мы гораздо раньше упоминали, противостояли, ввляли даже друг другу божественное чувство и божественное исследование философское. И мы сказали, что даже их обоих нам недостаточно. Если мы продвигаемся правильно, как нужно сейчас, через народ Израиля, который возвращается к своей мощи в земле Израиля, то это возможно, эти два чувства, они будут друг друга дополнять и развиваться, и это будет тогда хорошо. Высшие мощи, объединяющие также остальные причины, приводящие народ к осознанию своего уровня и пониманию своего желания вернуться к статусовому месту, где он приобрел свое величие, которое в духе его. Итак, когда мы говорим обычно про человека, то осознание собственного величия обычно нас скорежит. Это плохо. Когда мы говорим про народ, осознание собственного величия нас скорежит еще больше и абсолютно верно. Раф говорит, ребята, вы абсолютно правы. Но, когда мы говорим про народ Израиля, он обязан понять и осознать собственное величие. Он наоборот здесь. Он тут противопоставлен всем нормальным народам. Народ Израиля, он очень близок к считать, что он такой же, как все, и он хуже всех, ничем ни от кого не отличается. И вот обычное такое вот отделиться, как можно дальше отдалиться от Гайвы, от гордыни, у него это в крови. Но с тем, чтобы народ Израиля мог реализовать свою миссию, ему нужно понять величие своей души. И через это он сможет влиять. Если он не понял, он не сможет влиять и не сможет реализовать свою миссию. То есть это здесь влияние, оно абсолютно не эгоистично, потому что естественное движение народа Израиля – это убежать от своего величия. Где он был велик среди народов и языков, велик в постижении. Усилить у себя величие рога его в землях изгнания, подняться в святую землю, чтобы приблизиться к избавлению, которое направлено в основном, к реализации божественных идеалов. Потом у нас идут уже строфы из Танаха. То есть в чем у нас… Да, обратите внимание. Что такое избавление по Равкуку? Это направлено в основном к реализации божественных идеалов. Это избавление по-иблиски. По крайней мере, как Равкукук его нам объясняет. Очень интересно. Я поговорю о Равке. Соответственно, нам нужно вернуться в землю Израиля и заняться, в том числе, очень-очень важно, пониманием величия собственной души. Тем, чтобы мы могли влиять на народы, которые уже готовы к постижению божественного на взрослом уровне, а не на детском. Более-менее у меня все. Я хочу сделать небольшой перерыв. Послушать вас. И потом у меня есть послесловие немножко. Пожалуйста, с вашего позволения. Кто что-то хочет сказать? Хорошо. Если пока никто не хочет, я добавлю пару слов, которые я приготовил для послесловия. Может быть, я что-то похожее уже говорил, но мне это очень-очень важно. Мы здесь говорим про пути служения Богу. Путь раба, путь из любви. Да, то есть есть имкабаним, имкабадим. Да, есть служение как раба, есть служение как сына, есть служение как жены. Как мы это себе представляем, по крайней мере я? Да. Я это себе представляю как плесеньку. Нижний этаж раба, был хорошим рабом. Работал там пять лет как положено, молодец, получаешь повышение. Теперь у нас есть служение сына. Как у нас служение сына? Вот раб там бегал, квартиру убирал. Вот теперь сидит с папой, играет в шешбеш, не знаю, там в данке. Читают вместе газету там, общаются. Подросток еще немножко, и его произвели, в жену его произвели. Теперь, значит, у них романтические проводки. А теперь я хочу нас немножко вернуть в наши семьи. Да. Служение раба – это ребенок, которого задача делать то, что ему говорят. Когда ребенок вырастает и превращается в подростка, начинается скандал. Почему-то ребенок прекращает делать то, что ему говорят. Начинает бунтовать, грубить, может делать полностью противоположное тому, что ему сказали родители. Но все-таки он еще зависит от родителя, особенно много не набунтовать. Третий этаж у нас тут пара. Пара вообще развестись может. Тарелки друг об друга бить. Очень хорошо поругаться уже гораздо серьезнее, чем подросток-ребенок. А если это нам говорит о том, что мы увидели, что у нас идет деградация вместо роста? Абсолютно нет. Потому что требования на каждом этапе совершенно другие. И часть, безусловно, того, что мы дети Бога – это именно отношение к Богу, что в моральном плане я могу стоять напротив него. И если мне что-то не нравится с моральной точки зрения, я это говорю. Раб это не может сделать, это не в уровне. Поэтому действо, что он может это послужать. То же самое с любовью. Дальше, там, третий этаж в паре. Соответственно, у нас, когда этап переходит из одного в другой, у нас есть кризис. И кризисы с точки зрения предыдущего поведения, предыдущей динамики, они выглядят как деградация. Был такой хороший ребеночек, а что выросло, то выросло. Грубит родителям, не моет за собой посуду, не убирает у себя в комнате и вообще хлопает дверью. Соответственно, то, что мы видим на сегодня, то есть, допустим, как я себя ощущаю напротив него. На сегодня я понимаю, что это неверно. Но вот так было, да? Ты хочешь отношения с Богом, соответственно, отклишься от своей собственной морали и прими божественную. Ты не обязан, конечно. Если хочешь отношения с Богом, вот тебе тропинка. И это некоторое достаточно сильное изнасилование, которое я, по крайней мере, чувствую по себе. А сейчас у меня ощущение совсем другое. С одной стороны, я не готов отказаться от Бога. Вот не готов. А с другой стороны, если мне кажется что-то неморальным, мне уже также кажется неморальным забивать меня тряпками и объяснять мне, насколько Бог меня больше, умнее и дольше жил, чтобы я заткнулся и не протестовал. То есть, я как бы чувствую, с одной стороны, вот именно я не отказываюсь от Бога. С другой стороны, я возвращаю себе вот именно это моральное становление и вот свое, может быть, ошибочное, свое мнение в моральной точке зрения. И мне кажется, вот это вот, как будут наши послесловия по поводу всего нашего, всей нашей статьи, по поводу служения раба и служения из любви. То есть, это уже поколение, которое не в состоянии служить службе раба. Теперь я все-таки хочу послушать вас. Я тут говорил сегодня немного. Хорошо. Я небольшое добавление, если такую же модель построил, поскольку там не прослеживалась особая разница между отношением отца и сына и мужа и жены. Мне кажется, может, я не права, мне кажется, во-первых, это отношение партнеров, которые все-таки делают одно и то же дело. Во-вторых, от отца ты не можешь отказаться никак. Ты можешь бунтовать, ты можешь уйти. Развестись с отцом ты не можешь. Абсолютно верно. А вот уйти от мужа или от мужа? Ты можешь. Нет, нет. Я думал про это, когда я готовил свой урок. Когда я готовил урок, и это у меня выскочило, и вы мне большое спасибо напомнили. Безусловно. Конечно. И это реализуется. Это не теоретическая возможность. Это реализуется. Единственное, что нам Раф говорит. Не нужно смотреть на это как деградацию. Это именно продвижение вперед очень важное и великое. Кто-то может отказаться от этого партнерства. А если ты не отказываешься, то ты берешь его на себя сознательно. Это выбор. Выбор ежесекундный. И выбор постоянный. Безусловно, конечно, да. Именно так. Большое спасибо, как всегда, Нахамах. Окей. Кто-то еще? Да, Андрей. Получается, вот эта третья стадия муж и жены, да. Она дает возможность разойтись, но она же дает возможность сознательно вернуться, да. Чего раньше не было, да. Тора была дана насильно и так далее. Только здесь это появляется. Да. И все уже к этому готовы. Поэтому нам нужно срочно собираться в земле Израиля, растить свою мощь. И это именно та Тора из Циона, которая выйдет и должна выйти и выходит. А в статье было разве где-то про мужа и жену? Не было. По-моему, мы только правильно. Не было. Не было. Было служение из раба и служение из любви. Служение из любви можно разделить на Широширим, песни муж и жена. И как-то вот им ка бани, им ка бадим, да. Сыновья вы Господу Богу вашему. Ну да, оно как намекается на это вот в этих цитатах про Тору из Сиона и так далее. Да, тот день будет Всевышний Един, имя его будет Едино. Я хочу еще раз очень от всего сердца поблагодарить Ширель. Такая работа была проделана с переводами. Вот. И, в общем-то, наш урок – это ее заслуга. Вот. Также я вас всех хочу поблагодарить. Все, кто тут присутствует, тоже мне очень помогает. А какие планы на следующий урок? Надо посмотреть. Либо мы вернемся к Роту Чува, либо я подумаю. То есть мне просто, как бы, я упомянул Тору и науку, но нужно подумать как, потому что это очень большой тоже цикл, как бы, получается. Что делать? Как я люблю это – взять тексты от Рава, их выложить, перевести и выучить вместе. Это так я люблю. А можно взять там, не знаю, лекции Равчарки и их напеть. Это, как бы, я меньше люблю. Вот. Ну, можно, наверное, как-то совместить какие-то детали, прояснить лекции Равчарки, может быть. Изучать текст. Я тоже, я совершенно с вами согласна. Потому что без изучения текста это все остается, да. Какой бы Рабинович там ни напел, все-таки это будет все какая-то… А учитывая, что Равку говорит очень… В дворе такие нуазим, очень… Очень просто сказать, это Рабинович переврал, и мне не хочется. Хорошо. Я был очень рад встретиться со всеми вами. Ширель, огромное спасибо. Михаила, спасибо за участие. Не знаю, смогу ли я в следующий раз быть, я на раскопках, там посмотрю. Хорошо. Добрый всем вечер. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.